По результатам проведенных проверок органами Госпожнадзора с 2012 по 2014 годы сумма наложенных штрафов на объекты социальной сферы составила 8 миллионов рублей. Судебные приставы оштрафовали соцобъекты еще на 3 миллиона. Тема пожарной безопасности находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Брянской области. Из всех объектов соцсферы лучше обстоят дела с обеспечением пожарной безопасности на объектах образования и социальной защиты населения. Выявленные в текущем году нарушения на указанных объектах носят режимный характер и в основном своевременно устраняются. Что касается учреждений здравоохранения, то здесь дела обстоят значительно хуже. Здания Навлинской, Суражской и Дубровской ЦРБ, а также областной больницы номер 1 Брянского областного онкологического диспансера не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. На 12 объектах есть нарушения требований пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам. Должным образом не обеспечена противопожарная защита и объектов культуры. Руководители департаментов образования и науки здравоохранения семьи социальной и демографической политики Брянской области проинформировали участников совещания о комплексе противопожарных мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности подведомственных учреждений. Глава региона Александр Богомаз отметил, что за существующие в учреждениях соцсферы нарушения требований пожарной безопасности штраф стоит накладывать не на организацию, а на ее руководителя. Одно дело бизнес, там все равно одно и то же. То есть, что юрлицо это частное предприятие, что физлицо частное предприятие, там понятно. Мы наказываем данного человека, данного руководителя. А когда это у нас бюджет? Ну что, вот есть бюджет. Есть у нас директор школы, директор, врач больницы, директор дома культуры, ва поселения. Вы накладываете 150 тысяч на данное лечебное предприятие или школу. А смысл какой? Ну они заплатят. И даже не подумают, что это делать дальше. Вот если 6 тысяч в свой карман или 10, они подумают. Давайте вот мы вот эту вот практику уберем. То есть, то, что касается бюджета, на руководителя. Эффект будет больше. Также в ходе совещания председатель Брянской областной думы Владимир Попков обратился к представителям городской власти с просьбой вернуться к рассмотрению вопроса о предоставлении помещений общественным организациям на безвозмездной основе. В рамках весенней сессии последний созыв городского совета прекратил действия распоряжений, согласно которым помещения были бесплатными. Остаться без мастерских и крыши над головой могли брянские художники. Такая же участь ждала писателей и многих других деятелей культуры, а также ветеранские организации. Надо этот вопрос рассмотреть в рамках правового поля и, наверное, пойти навстречу тем категориям, которые действительно нужны для общества. И, наверное, нет у них таких денег, чтобы рассчитываться за эти помещения. Поэтому просьба вот этот вопрос рассмотреть.